Действующего генерального директора ОАО Саратовское электроагрегатное производственное объединение никто с должности не снимал. Об этом в пресс-центре издания «Московский комсомолец» в Саратове заявил нынешний руководитель Евгений Резник. Он напомнил, что 17 января на предприятии состоялось заседание Совета директоров, на котором якобы должен был рассматриваться вопрос о смене генерального директора. Этот вопрос был внесен одним из членов Совета директоров Алексеем Ильичевым. Как пояснил Резник, он и его сторонники были поставлены перед фактом в день проведения Совета директоров. Поэтому, когда рассматривались вопросы, не входившие в утвержденную повестку, часть членов Совета директоров во главе с Евгением Резником покинули зал. По мнению Резника, тем самым собрание не набрал нужный для голосования кворум. А значит, и решение Совета директоров от 17 января, по мнению Резника, нелегитимно. Ответ на вопрос, кто на самом деле сейчас возглавляет предприятие, даст суд. Однако спор, отметил Евгений Резник, не должен повлиять на производство. Предприятие сейчас ежегодно получает и выполняет крупный заказ от государства. В цехах производятся десятки изделий, необходимых при изготовлении военной авиации и вооружения. Справиться с объектами и поставленными задачами, пояснил Евгений Резник, предприятие сможет, если его возглавит только опытный управленец. На каждый летательный аппарат мы поставляем от 24 до 37 наименований законченных изделий. Вот нет одной спицы, нет колесницы, понимаете, да, нет какого-то одного изделия. Ну, просто-напросто самолет не полетит, вертолет не полетит и вооружение не будет стрелять. Пойдет срыв гособоронзаказа, мало никому не покажется. Приедут сюда такие высокие чины и комиссии, начиная от министерства и кончая всеми силовыми структурами. Пока я удерживаю эту ситуацию. Как новые управители будут, не знаю. Сейчас, по словам Евгения Резника, работы по выпуску данной продукции идут без срывов, даже с опережением графика. Всего в цехах производится порядка 640 наименований продукции военно-технического назначения. При этом полностью гособоронзаказ, отметил Евгений Резник, еще не сформирован. Но уже на данный момент темпы роста производства находятся на уровне 107%. Продолжение следует...